Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи политический эксперт, который сейчас военный политический эксперт. Кирилл Сазонов. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Да, взаимно. Кирилл, ну вот утро субботы недобрым оказалось, новый обстрел. Причем мы заметили, ну о чем, собственно, и говорили на официальном уровне, например, оперативное командование ЮГ, что изменена несколько тактика обстрелов. И как-то вот после позапрошлого уже обстрела, ну нет отключения электроэнергии, сейчас эти отключения превентивные. Можно сделать вывод, что стреляют, ну, по другим объектам. Вообще, что вы скажете насчет этих, ну таких участившихся попыток ударить по украинскому тылу в преддверии годовщины начала всей войны? Ну, вы знаете, я не сильно привязывался к датам, потому что у России есть такая традиционная советская любовь к датам, там 9 мая парад на Крещатике, там, к дню рождения Путина что-то сделать, к столетию образования Советского Союза, теперь годовщина вторжения. Ну, то есть, такое есть, но уже они видят, что, ну, так не получается играть, поэтому они кусают в тот момент, когда могут кусить. Но смотрите по факту, была задача взять Киев за три дня с самого начала, взять за тыжды всю Украину, взять получилось у них только, люди говорят грубо про это, в результате взяли только один областной центр, это Херсон, и оттуда были выбиты, из Харьковской области были выбиты. И теперь у них прям вот задача Бахмут, Бахмут любой ценой, вот, это сверхзадача, прям мечта, и всю Донецкую область оккупировать. Ну, поскольку вот Спецпедро из двух хор, 57-й бригады, вот только из-под Бахмута приехали, и скоро едем обратно, Бахмут держится тоже, и прекрасная даже песня уже появилась, из-под Бахмута, то есть им не получилось военным путем сделать то, что они хотели. То есть вторая армия мира, ее в шутку называют теперь пол-второй. Ну, потому что, ну вот не получилось. И они придумали хитрый план, мы закидаем украинцев ракетами, мы запугаем мирное население, они побегут к Зеленскому на банковую, скажут, договариваясь любой ценой, капитуляция, только нас перестали бомбить. Не получилось, опять просчитались. Предложили третий сценарий, давайте будем бить по объектам энергетики, инфраструктуры. Украинцы замерзнут, я сам не смотрю, российские ток-шоу как-то не получаются, но мне друзья иногда сбрасывают отрезочки, кто-то публикует, кто-то публикует текстовые кусочки. Там было тотально, вот это все Симоньяны, вот эти Скобеевы, Соловьевы там, изводились прямо со своими ручными экспертами. Но теперь-то они узнают, теперь-то украинцы замерзнут, поймут как без российского газа и электроэнергии. Электроэнергия у нас своя. Начали бить по объектам инфраструктуры. Поначалу действительно было тяжело. Это было неожиданно, это были прилеты, и энергетикам пришлось приспосабливаться. Но что мы видим в результате? Приспособились и Украинерго, и ДТЭК, разработали свои схемы, как бороться с ними. Вот как сегодня превентивное отключение. Потому что на самом деле удар по объекту, который остановлен, и удар по объекту, который работает, совершенно разный ущерб. Удар по работающему объекту, это кошмар, потому что он просто идет в разнос весь, вся цепь. И мы видим, что по факту они продолжают обстрелы объектов энергетической инфраструктуры. У нас уже тысячами, по-моему, в Киевской области, во всяком случае, говорят, что не отключают свет вообще. По Одессе разрушенные объекты восстановили, электроснабжение восстановлено. И вчера новости я слышал, что в Киеве весь электротранспорт вышел на работу. То есть даже это они не смогли сделать. Уже совсем подлая война с инфраструктурой, война с гражданской энергетической инфраструктурой. Даже это они не смогли сделать. Я уже не знаю, что они придумают в следующий раз. Ужим всем и... Алло. Есть свет? Да, вы отмерли. Кирилл, ну смотрите, понятно, скажем так, вот такое вступление, но об Ахмуте я хочу, чтобы вы рассказали подробнее. Сегодня с утра пришли новости со стана Российской Федерации, да, что вагнеровцы в очередной раз фотографировались в каком-то селе. И вот по карте рисуют, что фактически в Клещах сам населенный пункт. И пока там мороз и есть возможность проехать, но если скоро, через несколько дней, оттает, то фактически, ну вот, в какой-то такой ловушке, в котле, в капкане окажутся защитники Бахмута. Насколько здоровая и справедливая и, ну вот, такая аналитика видится, виделась, по крайней мере, вами, несколько дней назад непосредственно там, на земле? Ну, вы знаете, спрашивать солдата о том, что происходит на фронте, как-то не очень логично, потому что я вижу очень узкий кусочек всегда. Тут надо говорить, как минимум, ну, с моим комбатом, с Булатом или с генеральным штабом. Но, что касается угрозы котла, я сужу по опыту этого года. Мы помним 14-й год. При Петре Алексеевича, я уже не помню, кто был министром обороны, главкомом, командовал сухопутными войсками. Но мы помним Дебальцевский котел, Иловайский котел, вот такие все вещи. У нас сейчас президент Зеленский, главнокомандующий залужный, командует сухопутными войсками Сырский. Хоть один котел был? Нет. Упрекают иногда, что в Мариуполе была тяжелая ситуация. Мариуполь держался до последнего, там действительно была тяжелая ситуация. Но я бы не сказал, что это был котел все-таки, в привычном нашем понимании слова, как это было в Иловайске или Дебальцево. А так, наоборот, наступательные операции внезапные на Харьковщине. И освобождение Херсона. То есть, да, они с потерями выскальзывали тоже, там, под Лиманом. Я очень надеялся, что попадет тысяч пять, будет окружено врагов в котелет, а не выскальзывали. Посмотрим, что будет дальше. Есть вероятность, опять-таки, каждый суд лепнит себя агрономом. И мне вот кажется, что, ну, не очень корректно с моей стороны там судить, как на уровне Генштаба. Но если наши пойдут с Кременной на юг, на Лисичанск, то те ребята, вагнеровцы эти, кто там у них еще есть, чмобики, те, вся бахмутская группировка противника, она рискует оказаться в окружении. Так что тут, так сказать, взаимные ласки идут. Кто кого возьмет в котел, мы посмотрим. Но Украина пока в котел не попадала с начала широкомасштабного отношения. То есть, наше командование научилось многому. Или просто по-другому училось, в отличие от предыдущего. Действует по-другому. То есть, я не верю, что будет котел. Был риск, когда мы оборонялись в Лисичанске. Тем более, что кратхортовцы стояли на выходе из Лисичанске, то есть для наступающих на входе. Там тоже, ну просто привезли как раз Старлин к нам волонтеры, интернет отличный. И вот кто-то в окопах, кто-то в бункере сидит. Меняются, приезжают ребята из окопов, которые сутки вымотаны, выжаты со стрелами. Что там в мире нового творится? Да читаем интернет. Мы окружены уже. Мы уничтожены, мы все в плену. Так не может быть, мы не подвигаемся ни на шаг. А пишут, что уже мы в котле. И вот так мы смеялись с этого постоянно. То есть, они могут писать все, что угодно. Фотографироваться где угодно. Но из Лисичанск, помните, вышлишь организованно достаточно. Положив там фактически две вражеских бригады в бесконечных штурмах. Спокойно отошли в сторону Бахмута. Кирилл, вот есть много сейчас данных, некоторые спекулируют, некоторые спекуляции выглядят правдоподобно, но об этом нельзя говорить. Соотношение потерь. Называются цифры просто колоссальные, по направлению конкретно Бахмутскому. И задаешься невольно вопросом. Но ведь тот факт, что даже Пригожин условно признает, что каждый день по 300-500 бойцов в ВСУ отправляет в Бахмут. И мол, погодите, бой за каждый дом, все еще непонятно. Вон в Вагнеровцы отправляют или в ВСУ? В ВСУ. Пригожин говорит, что в ВСУ идут резервы. Мол, что вы, ура, патриоты, рассказывайте, что мы его возьмем сейчас буквально на днях. Это еще погодите. Там воюют достойный соперник, сильные ребята из ВСУ. Поэтому мы вот еще боремся. Мол, не подгоняйте нас, дорогие там. Киркин и Стрелкова и все остальные ура, патриоты. Но ведь этот факт, если ему доверять, что резервы пополняются вооруженных сил Украины, свидетельствует еще о больших потерях. Что вы скажете об этом? Ну, о том, что доверять Пригожину не стоит ни на грош. Потому что он врет просто в своих интересах, даже не в интересах российской пропаганды. Если бы он брал интересы российской пропаганды, мы, по крайней мере, знали, как это понимать. Там идут интриги. И Пригожин обещал, что уж он-то, если ему дать карт-бланш, он до 1 сичня возьмет железобетонно. Бахмут, все. Не взял, ему дали карт-бланш, что ли. То есть у Вагнеровцев было все. То есть частная военная компания, которой российская армия отдает арту, отдает БК-картет, бесконечное количество. Им отдают вертолеты, авиации им отдают все. То есть они отодвинули тогда Шойгу и компанию от руководства, и Пригожин вцепился в это дело. Но они все равно не взяли, поэтому он сейчас немножко в немилости, он продолжает бегать, ругаться. Вагнеровцы пишут, жалобные видео публикуют, как полный морг трупов, потому что у них не хватает снарядов, у них не хватает арты из своих, поэтому убивают. Потери было двое меньше. Жалуются, что им не дают снарядов, Пригожин ругает Министерство обороны. То есть там свои интриги, и воспринимать ситуацию у нас внутри, опираясь на слова Пригожина, ну, точно не стоит. Поэтому я спрашиваю вас, как обстоят дела с составом. Ну, если бы я сказал, что мы пули не пробиваем, и у нас нет потерь, то я бы соврал и выглядел бы как идиот. Конечно, нас тоже убивают, нас тоже ранят, но в отличие от тех же, простите, мобилизованных в России, от тех же вагнеровцев, штурмовиков, которые перешагивают через своих раненых, у нас процент выживания раненых гораздо выше. Потому что у нас, ну, не бросают, у нас не перешагивают через раненого. Чтобы мы оставили на поле боя раненого, я такого не помню. Там, ну, были случаи, когда наши командиры прорывались любой ценой, ползли, чтобы вытащить одного раненого. Более того, даже мертвых забирают, чтобы по-человечески похоронить, чтобы получить сразу справку о смерти, и семья получила компенсацию за потерю человека. То есть у нас получивший осколок человек, у него гораздо больше шансов выше, чем у россиянина. Вот. Конечно, потери у нас есть, но эта информация, как бы, я думаю, будет озвучена после войны, она будет очень неприятной, болезненной. Но соотношение потерь сумасшедшей, по крайней мере, по Бахмуту. Да, конечно, в этой войне, опять-таки, мои командиры, которые воюют минимум с 14-го года, более так судят верно, они говорят, что, называют проценты разные, 6-7-8 процентов на этой войне гибнет от пулевых ранений. Всего. Остальные 90-92 процента это осколочные. То есть арта рулит, вертолеты, самолеты, системы залпового огня, это вот они решают. Шансов убить из автомата, как я в начале войны думал, ну, очень невелики. Равно как и быть убителем из автомата, если ты достаточно внимателем. Соотношение потерь к нашу пользу, опять-таки, я же вижу очень узенький участок, и то, что творилось в последние пару месяцев, это было жесть. Они просто перли-перли, вот волна за волной, волна за волной. Как раз тогда Пригожин набрал у Вагнера кучу зэков, которых, жалеть они совершенно не собирались. И у меня даже товарищ, который в спецуре служит, опять-таки, он из Донецка, воюет с 14-го года, и говорит, ты знаешь, в кои-то веки их от Стрелкова уже гибнет больше, чем от рты. Потому что они просто пруд и пруд. Они подкапываются под своих, чтобы вылезти перед нами, перелазят через своих. Ну, то есть, я реально боялся, что люди начнут садить у нас с ума. Такая тактика. То есть, соотношение, разница сумасшедшая. А почему так? Можно ваше мнение узнать? Ну, разная логика ведения войны. Украина воюет уже, как 21-й век. Особенно те подразделения, где люди с боевым опытом, которых тренировали американцы, инструкторы из Великобритании, то есть, те страны, которые понимают толку в войне. И в 21-й век, то есть, беречь живую силу, стараться использовать какие-то вот ходы. Те же вагнеровцы, до них уже осенью дошло. Почему они проваливались весной? Почему они теряли людей? И они скопировали нашу тактику действовать небольшими мобильными группами. Нанес удар, отошел, переместился. Попробуй найди. Они сначала шпировали большой толпой, и наши артиллеристы прямо улыбались. Так что, тут много интересного. Кстати, по поводу спасения, оказания помощи раненым, есть замечательный анекдот, если интересно, за минуту расскажу. Раненый Орг откатывается, они откатываются после очередного наступления, наши везут раненого Орга, естественно, Збройные Сыны Украины воюют по всем конвенциям, поэтому ему оказывают медицинскую помощь, грузят в скорую и везут на Константиновку уже для оказания серьезной медицинской помощи. Он приходит в себя, смотрит, а наши военные врачи, они не в белых халатах. Они выглядят, в принципе, как мы. Тут тот же Броник, тут же Пиксель. И этот пленный, пленный раненый в ужасе смотрит в глаза врачу, говорит, вы не Азов, скажите, вы не Азов? Я так боюсь, нам такие страсти рассказывали. Скажите, что вы не Азов? Да успокойся, не Азов, не Азов. Фух, слава богу, врачи в Украине. Я из правого сектора. То есть, соотношение потерь, по крайней мере, наступающий всегда теряет больше. Но для того, чтобы мы военком 21 век, а Россия, ну, это даже не вторая мировая война, у них логика первой мировой войны. Ну, может быть, и вторую. То есть, накатывать, накатывать, бросать все новые резервы, бросать людей, бросать вперед, вперед, вперед. Умри, но сделай. И поэтому сталкивается 21 век с 20-м. Соответственно, совершенно разный результат. А сделай что? Потому что вот еще вот по Бахмуту один вопрос. Было вчера, вот, пробросили такое сообщение. Многие его выхватили. Кто-то понес, раскрутил, кто-то там выждал, что есть контратака в СУ под Бахмутом в каком-то направлении. Ну, почему? Ну, это же текучка, как бы, то есть, только, ну, я по вчерам не скажу, потому что мы уже здесь практически неделю. Вот у нас доукомплектование, там, потеряли мы машину, проводили сбор, кое-что докупали, докупали дроны, докупали оптические прицелы для снайперов, то есть, ну, восстанавливались все. Так называемая ротация, на которую стоишь больше, чем на передовой. Вот. Был случай, ну, на моей памяти, решили они, закидали снарядами пограничников, и думали, что пограничники, а пограничники здесь воюют, в принципе, как все, не стоят на границе, а воюют. И полезли к ним в окопы, чтобы, так сказать, пока те сидят в блиндажах, захватить нашу линию обороны. Получили прямо в окопах, получили в упор, и побежали откатиться в позиции. Но пограничники пошли следом, ну, что ж, люди приходили, надо же проводить. И передвинули линию обороны на 300 метров вперед. То есть, да, такое порядки вещей. Да, интересно. Скажите, чего не хватает на передовой? Всего. Война – это настолько прожорливая сволочь, что тот, кто скажет вам, что всего хватает, это вранье. Но на самом деле я всегда говорю, что если я в день могу съесть две банки тушенки, то давать мне третью не имеет смысла. Я не съем третью. Это будет лишний груз, который я буду таскать с собой. Но это касается только тушенки. Все. Бывает ли много стволов? Два – мало. Десять – нормально. Двадцать – лучше. А сто? Сто еще лучше. А можно еще десять. То есть, чем больше стволов, количество боекомплекта к ним стволам. Бывает ли достаточно? Да никогда не достаточно. Чем больше мы накидаем снарядов из большего количества стволов, тем быстрее мы освободим эту землю, и тем меньше будет у нас потерь. Много ли бывает танков, много ли бывает самолетов, достаточно ли бывает вертолетов? Нет, никогда. Во-первых, потому что всегда чем больше, тем лучше. А во-вторых, техника тоже выходит из строя. Все выходит из строя. И люди, и техника. Война, я ее называю прожорливая смолочь. Она жрет все. Деньги, топливо, людей, технику, снаряды, патроны. Она сжирает все. Она пирует по полной программе. Поэтому сказать, что... Чего конкретно не хватает? Да всего. Те же у нас машины. Почему мы собирали деньги на новые автомобили? Ну, как новые. В смысле купить хоть что-то. Ну, что у нас просто разбомбили все наши машины. Буквально в течение двух недель. Винометные обстрелы все. В одном были тепловизоры наши. Тоже минус. Дроны, вы же видите, журналисты, волонтеры постоянно собирают на дроны. Зачем вам столько дронов? Да это расходный материал тоже. Их сбивают, их уводят. Мы сбиваем вражеские. Они теряются. Они глушатся рыбами. То есть, вот... И поэтому все постоянно надо, увы. Да. Пен Уоллес сделал два заявления. Я хочу их с вами обсудить. Министр обороны Великобритании. Во-первых, ну так, не то, что раскритиковал, а такой, ну не знаю, там, менторским тоном, да, вот сообщил о том, что надо точнее вооруженным силам Украины стрелять, и тогда, мол, не будет снарядного голода, и всего будет хватать. Мол, не точно стреляют вооруженные силы Украины из артиллерийских орудий. И вот если можно уничтожить позицию ста снарядами или десятью, надо уничтожать десятью. Это вот такое заявление, с одной стороны, демонстрирует, ну вообще, как бы отношения, и период, временной отрезок. Вот приближается год, и вот мы слышим от министра обороны Британии такие вещи. Что скажете вы по поводу снарядного голода непосредственно в пенопередке? Я думаю, это его личная позиция, которая совершенно не совпадает с действительностью. Это, как в анекдоте, знаете, что делать, чтобы корова меньше ела и больше давала молока. Просто надо ее меньше кормить и больше доить. Артиллерия действительно, причем наша арта, с появлением у нас Саушек, с появлением Цезарей, три семерки, наша артиллерия работает гораздо точнее, чем российская, и тактика отличает. То есть, действительно, все вымеряется. Работают разведосы, выползают, ищут. Работают наши люди на оккупированных территориях, сообщают информацию, мы их теряем периодически. Работают операторы дронов. И когда есть четкая картинка, ну то есть, почему дроны так важны? Потому что там, где, условно говоря, в 14-м году, или там еще раньше, в других войнах, если раньше для того, чтобы разведать там место дислокации врага и нанести артиллерийский удар, туда идет спецсура, идет разведка, словно говоря, находит все это, рисует, передает. Сейчас дроны онлайн передают, просто вот сразу на планшет, и все, и арта сразу видит. Вот. И потом идет удар, и у нас бывают такие эпизоды, очень точное поражение. То есть, Россия действительно закидывает громадным количеством снарядов, Украина работает уже по натовским стандартам. Бить точно, четко, по цели. И иногда арта такое демонстрирует, что просто, ну, классическая схема, это поразить движущийся танк с трех выстрелов. Это то, что мне артеллеристы рассказывали, я не знаю, может, они меня разыгрывали. Первый, ну, один снаряд падает впереди, второй сзади, вилку взяли, четко третьим накрыли. Наша арта по Херсонам поставила, ну, с моей точки зрения, невероятный рекорд. Три выстрела, три единицы бронетехники. Движущиеся. Ну, то есть, ну, что можно сказать? Ну, что значит меньше? Ну, неужели одним снарядом подбивать два танка? Не смешите, давайте больше снарядов. Тем более, США заложило производство, ну, безумное увеличение количества. А там есть средства. В год они выпускали, по-моему, тридцать тысяч снарядов, то со следующего года они планируют следующего, через какое-то время, сейчас заказ уже размещен, речь идет о сотнях тысяч в месяц. Именно в основном, чтобы насыщать Украину. Опять-таки, в снарядах много не бывает. А стреляйте точнее, ну, простите, я воспитанный человек, поэтому я не буду говорить. Приедь, покажи, как стрелять точнее. Арта у нас работает просто отлично. Я общался там, на самом деле, очень много людей, мальчики, девочки, моложе меня. Ну, то есть, сорок, меньше сорока. Они с этими планшетами, с этими координатами. Меня, когда они начинают обсуждать детали вот боя, который был вчера, мне такое чувство, что они говорят на другом языке. Не понимаю, о чем речь. Танк, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, минус все. Ну, то есть, огни очень квалифицированные арта у нас. Те, что я видел, ребята, ну... Кирилл, еще одно заявление того же Бена Ходжеса, это то, что самолеты Еврофайт передаст Британия Украине после окончания войны. Очень интересное заявление. Да, интересная логика. Ну, после войны никуда не денется бешеный сосед наш. Поэтому нам не помешают самолеты после войны. Хотя лучше бы их передали сейчас, потому что Россия все-таки стягивает авиацию как граница. И мы понимаем, что сегодняшняя тревога, все эти удары ракет с самолетов действительно проще шарахнуть один раз по вражескому аэродрому, чем каждый раз с помощью ПВО пытаться сбить летящие ракеты. Как показывает опыт аэропорта, ну, авиабазы, скорее, МГС-2 российской. Так что нам бы не помешало, ну, опять-таки, чем раньше, чем больше, тем лучше. Я вот не могу сказать конкретно, что нужно вот столько, 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 и будет отлично. Ребят, чем больше, тем лучше. Мы понимаем, что многие наши союзники действительно дают очень много. И, естественно, это война, это Министерство обороны, это армия. И, естественно, не все попадает в СМИ, и мы про все не знаем, опять-таки, видеокусочек. Ты просто знаешь, что если раньше, там, ты просишь поддержки у арты, ну, сидя на вот этой позиции четко, и получаешь, ну, небольшое количество выходов от нас к ним в ответ, то сейчас ты слышишь, что звуки другие, их стало больше. Значит, пришло что-то новое. Но об этом нельзя говорить, об этом нельзя писать в фейсбуке. Ну, и потом уже, когда поменяли позицию, перешли в другое место, тебе говорят, что это были три семерочки, которые работают достаточно точно. Вот. То есть, мы о многом не знаем, кто нам что дает. Но я понимаю, что если наши пилоты уже учатся управлять современными самолетами в США, значит, самолеты будут. Ну, зачем иначе их зря учить? Ну, да, просто вот это вот после войны немного настораживает. Понятно, что Россия никуда не денется от Украины, ну, в перспективе исторической, если, конечно, там что-то не произойдет, но... Мы очень надеемся, что произойдет, и все-таки там будет не Россия, 20 разных государств, с которыми будет проще как-то жить рядом. Ну, этого, как бы, знаете, нам не решать это. Вот нам не решать. Будут решать там непосредственно страдающее общество поствоенного синдрома, то есть, там уже, ну, это другой процесс совершенно. Это вот, знаете, по вашей, так сказать, первой, как бы, ипостаси, да, вот, публичной, как политического эксперта. Мы, нам, свое нужно, да, как бы, вернуть. Я хотел, вот, какой вопрос вам задать. Как на передовой относятся к вот этим всем разговорам о 38-й параллели, о том, что вот Соединенные Штаты выходят и говорят, что вот, ну, вот, если так вот разобраться, какая-то вообще дистанцированность Штатов, Белого дома, судя по заявлению, вот, последним, свежим, да и предыдущим, с одной стороны, вроде бы как, да, пожалуйста, вот по Крыму можно бить, по российской территории нельзя, ну, вот этим нашим оружием. Да, вот смотрите, мы за переговоры, переговоры будут сто процентов, но когда будут переговоры, будет решать Зеленский, но Зеленский не может решить, там, новый пакет, или там, ленд-лиз, который не запустился, когда Америка передаст, и здесь вот возникает какая-то непонятная большая политическая игра со стороны Штатов. Вроде бы нас поддерживают, но никто не говорит о победе Украины, все говорят о стойкости, силе и так далее, и тому подобное. Что бы вы сказали, вот как относятся непосредственно на передке к вот этим вариантам каких-то переговоров? И очень такой у меня важный вопрос, потому что у нас как? Есть тыл, есть передовая. И тут начинается, то есть вот на самом деле мира, да, вот победы, вот я точно уверен, что хотят и там, и там. Но там и там разные дискуссии о том, как этого добиваться. Что думаете? Мир и победа это очень разные вещи. Это у меня есть знакомая, мы встречались, и она говорит, Кирилл, вы находитесь в информационном пузыре, и я с вами. Мы все говорим о перемоге, мы хотим перемоги, мы вот считаем, что все хотят, а народ хочет мир. Народ, есть люди, которые хотят переговоров. Ну, скажем, у нас отношение простое, я всегда снизу, как хорошо в армии, мне не надо думать, все за меня уже придумано. Мне поставят в зависность, что и когда я должен сделать. На самом деле, действительно отношение проще, во-первых, нет времени заниматься ерундой, и рассуждать о сложных вещах, на которые ты не можешь повлиять, которые ты не очень разбираешься. То есть, ты занял практичными вещами. Это уничтожение врага, это сохранение собственной жизни, это хорошее укрепление, это нормальная еда, это оборудовать себе спальное место, переместиться. Пришло пополнение, посмотреть, чтобы они не влипали по глупости, чтобы из них вышли бойцы. То есть, столько всяких задач, реально важных для тебя, для твоей жизни, для твоего самочувствия, что вспоминать сейчас о том, насколько штаты участвуют, какие у них геополитические интересы, это, ну, оставим это таксистам, парикмахерам, ну, людям, которые гораздо лучше в этом разбираются, чем мы. Вот. И на самом деле, ну, будет глупо, ну, если меня посадить сейчас в танк, то бедный танк. Если танкисты сейчас, пустить к артиллерии или системе залпового огня, толку не будет никакого. Это всем очевидно. Каждый на своем месте делает свою задачу, каждый на своем месте старается быть профессионалом, максимально эффективным. Но это не делает его компетентным в других отраслях, даже если вы стоите рядом. Вот. Поэтому будет как-то глупо, если мы соберемся где-то, человек 15-20, допустим, такое укрепленное место, чтобы сразу туда не прилетело. Заварим себе каву, закурим, скажем. Давайте Зеленскому позвоним. Владимир Александрович, ну, переговоры надо начинать. Значит, посмотри на каких условиях. Вот. Послушай сюда, мы знаем лучше. Поэтому есть как бы система. Я доверяю своему командиру роута, доверяю своему командиру батальона и дальше по цепочке флот до президента. Это нормальное состояние. То есть, я считаю, что дипломаты наши и руководство государством в вопросе переговоров гораздо более компетентны, чем я со своими советами. Поэтому я и не лезу. У меня он прицелился из карабина и выполнил свою задачу. То есть, очень сложно говорить о переговорах. Как политолог, я могу сказать, что общество настроено так и ЗСУ в большинстве своем настроено так, что свои территории мы вернем. Если Россия хочет переговоров, уйдет сама. Прекрасно. Мы потеряем меньше людей. Потому что смотришь немножко действительно не так, как из Киева. Каждый освобожденный поселок, каждый освобожденный метр украинской территории это прекрасно, но это цена. Цена жизнений. Поэтому, естественно, хотелось бы, чтобы Россия свалила побыстрее сама. И тогда начались переговоры и будем обсуждать, что делать дальше. Но если Россия не свалит сама, будем ее оттуда выбивать. Потому что те же парни из Львова, которые сейчас из Киева, очень много киевлян, из Днепра, то есть, мы воюем не за Бахпута, на самом деле, вот что важно. Все это прекрасно понимают, что, как бы, ну, нет разговоров, которые были вот в 14-м году-то, в 15-м, давайте уже Путину отдадим Донбасс, чтобы он успокоился, нахрен нам он нужен. Мне, как человеку из Донецка, всегда это было слушать немножко неприятно. Сейчас все, все поняли, что эта тема не работает. Нельзя отдать Путину Донбасс, и он успокоится. Это понимает человек из Днепра, это понимает, что это понимает парень из Закарпаття, который здесь воюет. Что если ему отдать сейчас Бахмут, мы завтра получим следующий Бахмут в Константиновке, дальше Покровский, переходим в Непропровский, и он будет идти до тех пор, то есть Россия кончается там, где получает по морде. Все. Других вариантов нет. Поэтому не хочет уйти по-хорошему, а он, похоже, не хочет. Придется выбивать силой. Мы понимаем, что если их сейчас согласиться на какие-то условия России, перемирие, остаться на этих границах, вот сейчас линия разграничения, вот остановились, это не мир, это Россия переводит дух, обучает новых мобилизованных, чинит технику, поскольку ресурсов у них гораздо больше, чем у нас, будем объективными, они от паузы выиграют больше. А почему? И через полгода они опять попут вперед, а будем ли мы иметь такую же эмоциональную и серьезную поддержку партнеров, не факт. Поэтому их надо бить, их надо выбивать. Смотрите, просто я вот как бы был ошарашен вот этим словами Бена Уоллеса, по поводу того, что после окончания войны вот получат самолет. Так может нужно, может нам нужно закончить, вот сказать, все хорошо, да, перемирие, собрать самолеты, собрать все, что доедет, то, что доедет. Может, ВСУ нужна передышка? Вот мне просто очень интересует этот вопрос, потому что мы вот смотрим действительно, ну, вы знаете, у вас, вы как политолог, вы понимаете, о чем речь, мы вот одномерно смотрим на вещи, а есть же, ну, какие-то там, ну, другие взгляды. Почему это не работает сейчас? Опять-таки, мне сложно понять логику Бена Уоллиса, и нам, может, все-таки надо смотреть полностью, что он говорил. То есть, может, это просто, вот это отдельная цитата, может, она немножко, ну, не на это влияет. Нам свою работу, у нас действительно мы смотрим однобоко, мы смотрим со своей стороны. Кто-то смотрит с другой стороны, также однобоко. Если мы будем пытаться всех понять, то, простите, поломается кровать. У нас грубоватый, юмор всегда немножко грубее. Зато, кстати, никто не хамит друг другу. Да. Все ходят с оружием, все привыкли с ним обращаться, поэтому, у меня просто товарищ, он как-то отошел от социальных сетей, и вот он где-то полгода на передке, и вот он приехал в отпуск, пересек их, слушай, я был в шоке, я полез на свой старый аккаунт, залез, начал, что-то людям рассказывает, ты пишешь, сразу, кто-то уже на твою половую ориентацию смотрит, кто-то тебя еще как-то, я не привык, я привык, что ты говоришь все в глазах, все с оружием постоянно, поэтому спорят, спорят с аргументами, ну, то есть, как-то больше уважения друг к другу, дружище, возвращайся в интернет, тут все так, как есть, то есть, мне сложно судить о том, что говорит министр обороны Великобритании, и опять-таки, решения принимаются там не министром, министр, не царь и бог, там как раз есть, теперь король, есть парламент, есть премьер-министр, так что... Я не о нем хотел спросить, я хотел спросить, а вот, когда нам говорят, что это Россия возьмет передышку, но Украина же тоже не будет сидеть сложа руки. Да, да, естественно, процесс взаимный, мы все будем усиливаться, но все, с кем я говорил, и на мой взгляд, Россия будет усиливаться активнее, то есть у нее больше на это ресурсов и человеческих, и старой технике, которую можно починить, то есть передышка, на мой взгляд, сейчас, пауза, перемирия, нужна больше России, чем нам, то есть она выигрывает больше, именно поэтому, ну то есть тот случай, когда здоровый лось напал на сравнительно скромного телосложения парня, но парень оказался боксером, и с неожиданным ударом сбил этого с ног, начинает лупить, подожди, не добивай, давай, давай замерим, он не замерит, он пойдет за какой-нибудь бейсбольной битой, так что, нет, и надо дожимать, надо дожимать, по крайней мере, до границ Украины, их надо дожать. Крым? Крым территории Украины. Я не понимаю, почему так пытаются, я как политолог понимаю, почему это так важно для России. Путин настолько гордился Крымом, Крым настолько поднял его рейтинг, что потеря оккупированных территорий Ордло, потеря Херсонщины, потеря там чего угодно, это болезненно, неприятно, разваливает мифы, но все сразу скобеевы и прочие. Симоняна начинает, говорит, да не очень-то нам и хотелось, что мы там это, почему мы должны их кормить, пусть забирают, хотят жить, условно говоря, с хохлами, пусть живут. Все, они это смогут объяснить через свой замбоящий. Но вокруг Крыма они провели столько ритуальных танцев, что Крым это будет удар по авторитету Путина, удар по всем вот этим выстроенным их воздушным замкам, это будет страшный удар. Но это их, опять-таки, это однобокая российская точка зрения. А у нас своя однобокая точка зрения. Крым такая же территория Украины, как Киев, как Львов, как Донбасс, как Харьков. Крыму тоже должны освободить, потому что это наша территория. И более мы понимаем, что военная база мощная, российская в Крыму, это всегда будет дамокровым мечом над всем югом Украины. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете вы о нашем разговоре с Кириллом. У меня есть еще один вопрос, и он важный. В нем я хочу закончить наш сегодняшний разговор. Вы знаете, есть, скажем так, взгляд на происходящее через политический какой-то, через призму политики, что, мол, нарисуются новые игроки, снова украинцы там сцепятся в противостоянии политическом, и даже война этого не остановит, и там в этом году у нас выборы, и вот все ринутся, используя военных, используя войну, используя желание украинского народа отбиваться вот в своих политических интересах. Я хочу, ну, понятно, я могу просто спросить, так, будут выборы или нет? Но я спрошу сложнее. Выборы в Украине уже начались? Выборы начинаются на следующий день после объявления результатов предыдущих выборов. Естественно, политики сейчас помнят. Это украинцы после 24-го прошлого года, 24-го февраля, украинцы на время забыли, кто за кого голосовал, кто там носились, там отдельные персонажи, что вот кто разминировал Чингара, а при Петре Алексеевич восстановили армию, а чем Зеленский хорош, что только он тем, что не сбежал, ну, то есть отдельные персонажи, но этот процент сумасшедших он есть всегда. Политики, игроки, политики разного уровня, они тоже держат умеешь, когда-то война закончится, когда-то будут выборы, значит я должен почаще мелькать в СМИ, то ли как военный, то ли как волонтер, то ли как переговорщик, как угодно, это политики, они, ну как их не поменяешь. Я уже смотрю сейчас по дискуссиям, по крайней мере в социальных сетях, в интернете, уже даже у нас, ну, того единства нет уже сейчас. Хотя мы все, конечно, говорим, да, ты веришь в это, я верю кто, но Украина мы откладываем на после войны. Я думаю, что подавляющее большинство украинцев рассуждают именно так. А за кого-то будет голосовать потом, посмотрим. Я не уверен, что будет партия военных. Вовсе не факт, что заложный пойдет в политику. Согласно опять-таки опросам социологов, которым я верю, военные автоматически не выигрывают выборы, условно говоря, в местном совете. То есть, как мне объясняли, при прочих равных данных человек в форме победит. Но это при прочих равных. Все. Так что, такое выборы обещали еще нам в августе-сентябре. И к ним явно готовились. Ну, то есть, мне прислали ребят фотографии там, бусики с рекламой, пакетики с гуманитаркой, чтобы люди не забыли, от кого эта гуманитарка пришла, кто ее раздал. То есть, такое было. Но потом как-то затихло. И сейчас политики готовы к выборам всегда. Но во время войны выборов не будет. Это железобетонно. И пытаться как-то их протащить, провести их где-то, но не во всех регионах, возникают вопросы по легитимности. Так что, пока выборов не будет до объявления перемоги, до официального писания мира, никаких выборов не будет, об этом речь не идет. А пока, когда мы закончим войну, мы точно не знаем. Ну, просто, когда Зеленский говорит о том, что там некоторые расслабились, некоторые то... Некоторые действительно расслабились. Некоторые действительно расслабились. и на этом фроне отпочковываются, пытаются создавать новые какие-то проекты и хотеть... Такое ощущение, что война где-то там иногда прилетает по какой-то ТЭЦе. У меня по-тарецки комбат, он приехал в Киев, посмотрел, что здесь происходит, и он в интервью сказал такую фразу, что народ отрывается в клубах, а там парни дохнут, гибнут. Мы всегда об этом спорили, всегда об этом говорили, что в принципе мы для того и воюем, чтобы здесь люди чувствовали себя нормально. Но это да, немножко, в этом есть какая-то боль определенная. Я приехал и тоже было, я же помню освобожденную бушу, освобожденный Гастомель, когда, ну, ты условно говоря проехал 50 километров от места дислокации в небольшой освобожденный город, где работает несколько магазинов открылся первый супермаркет, вы заскочили купить молока, что-то пожрать такое, и люди при виде военных освобождают просто кассу, что, ребят, ну, ну, не надо, не спеши назад, у нас есть время, не-не-не, военные, вы что, куда вы еще в очереди будете стоять? Ты приезжаешь на заправку, помните перебои бензином, стоит громадная очередь, не работает одна колонка, видит, что подъехала машина замотанная скотчем, и люди в форме сидят. Выходит администратор заправки открывает колонку еще одну специально, чтобы мы не ждали, чтобы заправились. Это на освобожденных территориях. Потом как-то это подзабывается, ты ходишь, смотришь, ну, в форме и в форме. Уже прошел страх, прошло ощущение того, что человек в форме защищает тебя, и если человек в форме на твоей улице, это хорошо, потому что если его не будет, то здесь будет человек в форме из другой страны, это очень чувствуется, когда приезжаешь в Киев и едешь потом на восток. Здесь все равно. Никто не пропускает уже военную машину, как там раньше было. Это сейчас маршрутки уже проезжают по обочине, как раньше военные. Едешь, и вот такое где-то до Днепра. В Днепре народ лучше чувствует опасность, там уже другое отношение. А потом ты едешь восточнее и восточнее, и вот уже ближе к границе условно, ну и это в личных моих впечатлениях, это не только мои, ближе к границе Днепропетровской области, еще до Донецкой, уже очень сложно купить что-то на придорожном рынке, потому что тебе пытаются все время что-то отдать. Естественно, откажутся, объясняешь, я военный, мне нет зарплаты, купить у вас картошечки я могу, а вы с этого живете, у вас пенсия гораздо меньше, чем у меня зарплата. Не-не-не, берите бесплатно, только бы русня не пришла. То есть, это действительно проблема, заставить людей взять у тебя деньги. То есть, чем ближе реальная опасность, чем ближе реальная линия фронта, чем ближе угроза входа русни, тем люди лучше относятся к украинским военным. Мое впечатление от Киева, вот, многие не верят, что ему что-то угрожает, спокойно расслабились, и есть такое отношение, мне кажется, к военным, что, ребят, большое спасибо за то, что вы сделали, больше не нужно. Я боюсь, что такое отношение после войны будет еще больше, еще у многих. Благодарность людям не свойственна. Да, очень такие слова, которые заставляют задуматься в финале нашего разговора. Киева, я благодарю вас за ваше время и ваши мысли. Благодарю вас за то, что не забываете и не даете нам быть забытыми. Да, друзья, берегите себя, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь. Добра и света, вот чего желаю я всегда, пожелаю сейчас. Берегите себя, увидимся.